И, конечно, очень важно, что в этом фестивале принимают участие и творческие коллективы из Эстонии, и из Нарвы. Что это не просто презентация петербургского искусства, это наш совместный фестиваль. И в будущем, надеюсь, что возникнут проекты, где вместе будут участвовать и нарвские, и петербургские коллективы. Мы мечтаем о какой-то совместной продукции, коопродукции, как говорится. Если говорить о программе этого года, то, в общем, она, как и в прошлом году, делится на некие основные составляющие. Но, прежде всего, это, наверное, самая массовая, что называется, часть, это уличная программа. Наши петербургские коллективы примут участие в вашем традиционном, очень красивом, я видел в прошлом году, шествий по улицам города в день города, это примут участие наши коллективы уличные. Это вот театр «Странствует кукла господина Пежо», это очень известный коллектив. Театр «Малый трианон», театр «Ватсана Проджик», который был в прошлом году. И украшением вот этого дня, 8 июня, когда вот основной день празднования, будет концерт легендальной группы Вячеслава Бутусова, которого не надо представлять. Это будет очень яркий концерт, он будет очень технически сложный. Там будет установлен и большой экран, где будет достаточно интересная картинка, кроме чистого вокала. У нас будет театральная программа, она достаточно длинная, длительная, насыщенная. Мы начинаем 5-го числа. Поэтому будет концерт, спектакль «Блистательный Санкт-Петербург» выдающегося чтеца, артиста Ильи Томашевского. Вот театр-фестиваль «Балтийский дом» покажет свой спектакль. Спектакль «Деревья умирают стоя» по известной пьесе драматурга Александра Кассона, испанского драматурга, где в главную роль выступят зрители старшего поколения, ее помнят. Татьяна Пелецкая, новый коллектив, театр-мастерская, покажет спектакль «У Ковчега-8». Это спектакль по пьесе Ули Хуба, немецкого драматурга. Но это то, что представляет современное театральное искусство. То, что касается официального открытия вот этих дней, праздника, состоится традиционно, как и в прошлом году, 7 июня, в Александрской церкви, где будет опять совместный концерт вашего Нарского симфонического оркестра, где мы привезем двух солистов. Это абсолютно уникальный контр-тена Олег Безинских и Мария Лючко. Сопрано – это два солиста, приглашенных из Беринского театра. Плюс к этому, застойный большой секрет, мы совместно с нашими хозяевами хотим в Александрской церкви устроить такой, ну что ли, не просто концерт, а некое такое светомузыкальное представление. Мы попробуем. Это будет и музыка, и очень красивая игра света. Значит, будет «Творческий вечер» Татьяны Пелецкой, актриса, о которой я говорил, это будут отдельные встречи. И будет «Творческий вечер» ностальгия. В этом году Семен Альтер будет ведущим, как и в прошлом году. Ну, представим вам двух других звезд. В 80-х, 90-х годах – это Таисия Каринченко, замечательная питерская певица, и Альберта Садумина. В этом году предлагаю вам фильм «Король Лим» Григория Козинцева. Еще будет фотовыставка питерского фотохудорщика Ильини Мохарева «Петербург. Глазам ангелов. Взгляд Сысакия». Для нас, для Балтийского дома, этот проект является сегодня приоритетным. Нам очень нравится партнерство, которое у нас происходит с руководством Нарвы и с той творческой бригадой, которая фестиваль вместе с нами готовит. Мы очень ценим доброе отношение к тому, что мы вместе делаем. И мне кажется, что это дело очень нужное. Оно нужно и Петербургу, и я думаю, что он очень важен и для Нарвы, как действительно для города, который представляет собой некую границу между Европой и Россией, у которого это, кстати, очень большое будущее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!